О, жесть, капец, давно меня здесь не было. А есть что рассказать, а есть что рассказать, показать. Блин, только вчера буквально вышли новые черепахи, а сегодня я уже здесь, рядом с вами, ну как рядом, напротив практически, и готов рассказать свои мысли, без сценария, без ничего, просто вот вчера я прошел игру, сегодня я вам про нее рассказываю, вот накидал себе здесь небольшой план, чтобы от него не отходить и не уйти куда-то в какие-то дебри. Поэтому, как всегда, меня зовут Николай, вы на канале Lulzifan Gaming, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok В первую очередь, что хочется сказать, по новым черепахам ждал я их пипец как долго. Не знаю, лично мне показалось, что это вся жизнь моя прошла, пока я их дождался. С момента анонса до момента релиза пошло очень много времени, и все это время я ничего не смотрел, ни трейлеров, ни каких-то геймплейных моментов, ничего. Просто для того, чтобы в первый же день усесться и просто кайфануть, получить максимум удовольствия от игры. И, честно хочу сказать, это получилось прям, игра прям классная. Игра прям супер-супер отличная. И в ней есть вот все то, чего не хватало, может быть, в каких-то предыдущих частях, черепах, в которые мы играли с вами на Dendy, на Mega Drive на Sega. Блин, это, они взяли, наверное, самые лучшие моменты из этих игр, да, это, как она называлась-то, третья часть на Famicom, на NES Mutants in Manhattan, на Mega Drive Hyperstone Heist и на SNES Turtles in Time. Мы начинаем вот взять их все, соединить. Там еще говорят, что с PC Engine были какие-то части, которые TurboGrafx, но я, к сожалению, в них не играл. Вот я вот в эти три довольно-таки часто. Вот, и мне есть чем сравнивать. И на протяжении всей игры я ловил на себе какие-то маленькие такие приступы ностальгии. какие-то, то есть вот это, блин, а это же было вот в этой части, вот тут. И так бывает, бежишь, смотришь, там какая-нибудь стенка, и ты такой, блин, сейчас оттуда кто-нибудь вылезет. Сейчас стена упадет, и оттуда кто-нибудь вылезет. И действительно, стена падает, тебя придавливают, оттуда выпрыгивают ниндзя, все классно. Драйвово берешься, бежишь дальше, просто... Вот, и немножко про персонажей скажу. В игре изначально их шесть. Это четыре черепахи. По именам, наверное, не стоит перечислять, да? Да? Нет? Да? Нет, я помню. Это Донателла, Рафаэль, Микеланджело и Леонардо. Я их всех помню. Эйприлон Нил, которая репортер, и их учитель, мастер Сплинтер. Шесть персонажей, можно выбирать кого угодно, проходить, бегать, бить направо-налево. Вот, есть один скрытый персонаж. Это друг черепах Кейси, который с клюшкой в маске. Крутой чал. Он открывается только после того, как мы проходим режим истории. Вот, тогда он и открывается. По боевке, по боевке это стандартный битэмап. Тот, именно тот, который мы помним еще вот с тех времен, лохматых. Удары, обычные камбухи, без проблем. Удары в прыжке, удар назад с разворота, удар из этого, как его, с разбега, кстати. Есть удар с разбега, есть удар вверх. Ну, в общем, жонглировать врагами стало и очень интересно. Как было в Streets of Rage 4, что можно набивать дикие комбо-хитами, просто вот разматывать там 200-300. Точно так же и здесь можно набивать комбо уже поверженных врагов. Можно продолжать пинать, счетчик растет, веселье, соответственно, тоже. Также у каждого есть свои какие-то спецприемы. Либо с земли, которые захватывают большой радиус, либо в прыжке, который тоже как бы захватывает большой радиус и такой пикирует. Я вот играл за Донателло. Он в прыжке, раскручивают свою палку и как вертолет просто летит в кучу врагов. То есть достаточно круто и выглядит очень эффектно. Уровни в игре, по-моему, 16 уровней в игре, и каждый из них выполнен в каком-то определенном стиле. То есть они не напрягают. Допустим, первые два уровня мы бежим сначала в студии, потом мы выбегаем в город. И третий уровень, он для того, чтобы мы немножко расслабились, он перепрыгивает сразу на хайвей, на дорогу, и мы догоняем на своем черепашьем, как он называется, типа хаверборда, мы на нем догоняем машину, в котором Rocksteady и Beeple. Блин, драйв, динамика прям мощная. Прям мощная. Соответственно, в каждом уровне босс, в каком-то их даже по два. Я проходил один, поэтому достаточно проблематично было. Но, честно скажу, ни разу не умер. Это же скилл, ребята, это скилл. Я ни разу не умер, так что прям до конца. Босс, по-моему, по две стадии. Но прикол в том, что если, например, подкопить себе этих вот супер атак, этих специальных атак, то боссы просто вот разматываются прям чуть ли не в считанные секунды, отлетают. Ну, я играю на среднем уровне сложности. И боссы, как бы, ну, они, да, они больше, они ожерелье необычных врагов, да, это естественно. Ну, немножечко можно было бы сделать их и посильнее, хотя, скорее всего, если я пойду на следующий уровень сложности, на последний, там я уже получу любви. Обычные враги, как всегда, это ниндзя, которые приспешники Шреддера, да, которые там бегали всегда, были всегда, вот в этих масках, вот разноцветные, с разными атаками. Кто-то бегает, да, с мечами, с сюрикенами, с саями, там, бывает, там, большие алибарщики, они носятся, чуваки с луками, да, с арбалетами, ну, то есть их много, их прям дофига, и они классные, и драться с ними очень интересно, на каждого используется своя тактика. Плюс, кстати, я не помню, было это раньше или нет, но добавили уклонение, то есть нажимаем кнопочку B, на Xbox, на геймпаде, нажимаем кнопочку, и у нас черепаха просто откатывается назад или вперед, смотря куда мы там нажимаем. Можно перемещаться врагам за спину, и как бы бить их уже в спину, это клево, когда у нас есть противник, у которого в руках щит, да, их несколько видов, есть обычные ниндзя со щитом, и там потом появятся еще тираннозаврики, тоже могут на себя щит накладывать, вот их тоже надо оббегать, их... Помимо этого, в игре еще есть роботы, которые маленькие, бесячие, я помню, они были во всех частях, которые такие прыгают, такие кац-кац-кац-кац, какие надоедливые они были всегда, но здесь они прям классные, то есть они присутствуют на поле боя, они тебя сбивают с ритма, но при этом они убиваются достаточно легко, и не так, как в прошлых частях, они просто могут тебя загрызть, ну, бывает такое. Помимо них есть еще роботы, которые вылезают из-под земли, и катаются, и там тебя такими-то кнутами, типа проводами такие хоп, и тебя удерживают, и бьют током. они тоже были в прошлых частях, ну, кроме всего этого, добавили, добавили, добавили еще один вид роботов, их можно убить только оглушив, тоже довольно-таки неприятные ребята, но прикол в том, что их атаки можно парировать, их атаки можно парировать, в принципе, как и все атаки, сейчас можно парировать, и это довольно-таки классно, и если научиться, то, в принципе, даже можно проходить уровни без каких-то особых проблем. Кстати говоря, в новой части черепах разработчики добавили систему челленджа на каждый уровень, то есть, либо нужно там пройти уровень ни разу не задамажившись, либо пройти уровень, там, ударившись об какое-то препятствие не больше двух раз, да, там, не провалившись в пропасть, убить, допустим, 15 противников взрывами бочек, и так далее, точно так классно, за это даются очки. Для чего они нужны? очки нужны для того, чтобы прокачивать наших персонажей. 10 уровней есть у каждого персонажа, бьем врагов, выполняем вот эти челленджи, плюс ко всему на уровнях есть спрятанные секретные персонажи, которые являются камео, да, это, например, как ее зовут, я не помню, как ее зовут, это подружка, коллега Април, тоже репортерша, по-моему, она, вот, и нужно находить на уровнях коллекционные предметы, там, допустим, пять записных книжек, принести ей, и она дает кучу очков, наш персонаж поднимает уровень. При этом у персонажа добавляется полоска здоровья, добавляются жизни, добавляются возможность делать больше своих специальных приемов, и, естественно, с ростом уровня персонажи становятся сильнее, быстрее, и, как бы, придя такими чуваками к финальному боссу, уже довольно-таки клево. Вот я все говорю, да, там, в режиме истории, в режиме истории, в игре есть два режима, режим истории, в котором мы можем возвращаться к предыдущим уровням, да, у нас есть карта, по которой мы ездим на своей машинке, позже на дирижабле, черепашьем, и можем возвращаться в другие уровни, чтобы перепройти, найти какие-то коллекционочки, найти какие-нибудь секреты, добить челленджи. Вот, собственно, довольно-таки клево, интересно, да, с друзьями побегать. Вот он мне интересен больше всего. Вчера я сразу же пошел в режим истории, просто посмотреть, посмотреть, походить, побродить, вот, и прошел уже целиком, внезапно. Вот, а в режиме аркады это как на наших стареньких консольках три жизни, 16 уровней, друг за другом, никаких тебе челленджей, никаких тебе бонусов, вот, скорее всего, можно как-то за очки будут, скорее всего, давать жизни, я этого не пробовал, я там пробежал пару уровней, вот, просто, чтобы посмотреть, плюс я открыл кейси, который мне после режима истории открылся, сказал, все, братан, теперь я буду тебе помогать, просто хотелось пощупать кейси, как он, и честно скажу, он классный, наверное, режим аркада, я буду проходить за него. По поводу кооператива, ну, тут есть как и плюсы, так и минусы, плюс в том, что можно залететь вообще в любую команду до шести человек, шесть человек, вчера я играл в команде с двумя ребятами, нас было трое, и на поле боя творился просто какой-то хаос, и я представляю, что когда у вас шестеро этого хаоса в два раза больше, как бы, наверное, немножечко сложно. Хорошо, что нет френдли фаера, то есть, в своих же черепах бить нельзя, но при этом можно делать очень длинные комбо со всеми своими друзьями, то есть, перекидывать врагов друг к другу, жонглировать ими, набивать счетчик, и это прям здорово, это клево, это намного интереснее, чем бегать одному, честно говоря. Вот, но есть и минусы, мы с этими ребятами быстренько добежали до третьего уровня, и что-то пошло не так, просто у меня перестали прогружаться персонажи, я не видел вообще, что происходит, они, скорее всего, бегали и дрались, и, а я не мог, я не видел вообще, что как, и где я нахожусь, что происходит, что бьется, не бьется, там, врагов нет, никого нет, бить некого, ну, как бы, пришлось выходить. И еще один минус, довольно-таки, существенный минус, в игре нет мультиплатформы. То есть, если я взял игру в Стиме, то я вижу игроков из Стима, из EGS, то есть, только на ПК. Вчера с Витей Карасевым, седым, привет тебе, если ты меня смотришь, он хотел играть, я тоже сидел уже, я уже был на готове, пишу грувить, что погнали, он такой, ну, я на боксе. И все, вот и поиграли, называется, да? Вот, пришлось в одного, потому что все, вот, все, кто это, уже все разбежались, все нашли себе команду, я как бы, ну, остался не в пределах, но, думаю, это все исправим, в ближайшее время с кем-нибудь побегаем, в Дискорде, это будет очень весело, скорее всего, это будет мега ржачно. Ну, вот, в принципе, и все, такой вот спонтанный обзор, просто хотелось поделиться, сказать, что мне понравилось, да, то есть, ну, блин, игра классная, на самом деле, она во мне пробудила такие чувства, ностальгии, которых я не испытывал уже очень давно, даже проходя Streets of Rage, у меня не было таких чувств, да, в начале, там, то есть, ну, прикольно, там, прошелся, улица похожая, очень, да, ну, все равно. здесь же, здесь же, в каждой, в каждой такой маленькой детали видно кусочек вот нашего детства, да, и ты прям вот такой, блин, а, это же было в HyperStone Heist, да, вот эти чуваки, каменные, блин, они классные, такой, о, вот этот чел, этот чел, как босс, да, он был там в Turtle's Nightime, блин, клево, и вот таких мелочей, их очень много, я как человек, который не особо, да, играл во все игры, да, я прошел многие игры на Famicom, NES, Dengie, называйте, как хотите, да, я прошел игру на Super Nintendo, я прошел игру на Mega Drive, это была до сих пор одна из моих любимых, да, HyperStone Heist, и вот я вижу, да, только те моменты, которые были в этих играх, но человек, который действительно любит черепах, человек, который знает про них все, он увидит в разы больше этих отсылок, их очень много, и это очень классно, это очень приятно, что разработчики, они подумали о нас, о тех людях, которые будут потреблять, о тех людях, которые будут играть, и которые будут просто клево, кайфово от этого, это достаточно сложно в наше время, найти такую игру, которая и для новых игроков подарит что-то интересное, клевое, и старым игрокам даст почувствовать себя снова детьми, наверное. Вот как-то так, вот как-то так, на сегодня у меня все, спасибо огромное за просмотр, извините, да, за такую большую, за такой огромный перерыв, будем исправляться, будем снова делать ролики, не забывайте, что это меня зовут, Лузифан, а вас нет, играйте в хорошие игры, до скорых встреч, пока-пока.